Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня я спешу поделиться с вами потрясающе вкусными домашними батончиками без сахара, которые ускоряют обмен веществ и способствуют похудению при условии достаточной активности. Для их приготовления понадобятся самые простые и доступные продукты, а времени будет потрачено совершенно немного. Такие батончики дети будут уплетать за обе щеки и даже не догадаются, что в конфетах есть овсянка. Полезный и питательный продукт. Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас подписаться и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых вкусных и полезных рецептах. Для начала 40 граммов изюма залила теплой водой и отставила в сторону буквально на 3-5 минут. Сама, не теряя времени, миски смешала все сухие ингредиенты. 100 граммов овсяных хлопьев долгой варки. Сюда же добавила 100 граммов цельнозерновой пшеничной муки. Для сбалансированного вкуса щепоточку соли, а также чайная ложка разрыхлителя, это 5 граммов. Сюда же чайная ложка молотой корицы, она делает батончики особенно вкусными и несколько капель ванильной эссенции. Сухие ингредиенты нужно перемешать до однородности. Если будете использовать ванилин, буквально на кончике ножа, чтобы батончики впоследствии не горчили. Вместо цельнозерновой пшеничной муки можно использовать рисовую, кукурузную или любую другую муку. Итак, все готово. Миску на мгновение отставила в сторону. В чашу блендера измельчила 2 банана. Лучше брать переспевшие бананы, так гораздо вкуснее. По величине среднее, вес двух бананов уже без кожуры 220 граммов, то есть по 110 граммов каждый банан. Можно также воспользоваться погружным блендером или хорошо размять бананчики вилкой. Готовое пюре добавила к сухим ингредиентам. Сюда же выложила изюм, с которого предварительно уже слила воду. И последний ингредиент растительное масло. Здесь ровно 1 столовая ложка. Все тщательно перемешала. Масса получается в меру плотной, но как видите, абсолютно не сухой. Друзья, а пахнет уже сейчас. Заготовка очень приятна. Сочетание корицы, ванили и банана очень интересное. У меня все готово. Я уже подготовила одну большую квадратную форму. Ее размер 20 на 20 сантиметров. Высота бортика 5 сантиметров. Совсем немного смазала борта растительным маслом, чтобы выпечка впоследствии к ним не думала приставать. Выложила тесто в форму, слегка смочила руки и распределила его по всему дну. Как видите, это не составляет труда. Я хочу запечь все в одной форме, а уже затем, после запекания, разрежу свою заготовку на отдельные батончики. Если же у вас есть специальная форма с несколькими ячейками, отлично, можно сразу выпекать порционные батончики. Я планирую сделать впоследствии 10 батончиков. У меня все готово. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Запекать буду ровно 20 минут. По прошествии данного времени достала форму с выпечкой из духовки. За это время будущие батончики отлично подрумянились, пропеклись. А то, какой сейчас аромат стоит на моей кухне, это вообще отдельная история. Сочетание корицы, ванили и банана, как я уже говорила, конечно, шикарное. Аккуратно убираю форму. Если надо, можно немножко пройтись по краю маленьким ножиком. Пусть корж немножечко остынет, буквально 2 минутки. И я его разрежу на порционные кусочки. Как я уже сказала, это 10 батончиков. С помощью острого ножа, легким движением, превращаю один большой корж непосредственно в 10 батончиков. Друзья, это уже очень вкусно. Посмотрите, как на срезе выглядят эти конфетки. Они мне напоминают грильяш, наверное. Но текстура не такая твердая, они скорее более хрустящие. А чтобы сделать их еще более вкусными и привлекательными, приготовлю глазурь. Для 10 таких батончиков мне понадобится ровно одна плитка черного шоколада. Здесь 90 граммов. И 3 столовых ложки растительного масла. Можно заменить сливочным. На водяной бане нужно все растопить до однородности. Следите, чтобы дно миски не касалось воды, которая кипит в кастрюле. Нам нужен пар, а не вода. Итак, буквально пару минут и глазурь готова. Также я сразу затянула дощечку пищевой пленкой. Можно использовать пергамент. Выложила несколько деревянных палочек и также взяла пару зубочисток. Сейчас поймете для чего. Готовый батончик можно наколоть на шпажку, зубочистку или даже на вилку. Обмакнуть его в шоколаде со всех сторон. Можно помогать себе ложечкой или обмакивать батончики с помощью двух вилок, к примеру. Друзья, этот аромат корицы, ванили, просто великолепен. Обязательно после этого нужно батончику дать стечь от лишнего количества глазури. А затем можно аккуратно выложить готовое изделие на эти деревянные палочки, убрав зубочистку. Капните глазурью в оставшееся отверстие. Как видите, таким образом батончик остается практически на весу, а глазурь тоже впоследствии останется на месте. Все 10 батончиков я покрыла вот такой глазурью, точно таким же способом. Этого количества готового шоколада, глазури, хватает как раз для 10 подобных батончиков. Как видите, последний батончик и практически последняя глазурь. Вот что получилось у нас в итоге. Аппетитно, не правда ли? Сейчас необходимо отправить наши батончики в холодильник для застывания на 20-30 минут. После получаса в холодильнике конфетки отлично застыли. Они без труда снимаются с палочек, при этом остаются совсем незначительные следы на нижней части батончика. Посмотрите, как аппетитно они выглядят. Мне кажется, не хуже магазинных, а может быть даже лучше. Отличный вариант сладости для деток, да и для взрослых. Это очень вкусно. Батончики не слишком твердые, их с легкостью можно откусить, при этом они хрустящие и одновременно нежные внутри. Их можно хранить в холодильнике, как и любые другие конфетки. Хочу сакцентировать ваше внимание, что употреблять их лучше в первой половине дня и при условии достаточной дневной активности. Только в этом случае они будут способствовать потере веса. Если вы съедите и пойдете спать, то они превратятся в жир на боках, так как калорийность на 100 граммов 490 килокалорий. Вес одной конфеты 36 граммов, это 176 килокалорий за конфетку. Буду очень рада, если вам понравилось это видео и такой простой и вкусный рецепт. Традиционно хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok